Несмотря на то, что учебный год только начался, Центр дополнительного образования детей и молодёжи города Бреста уже активно ведёт свою деятельность, интересно организовывая досуг ребят, привлекая всё большее количество новых воспитанников. Для кого-то это возможность проявить свои творческие способности, преодолев неуверенность, для кого-то возможность весело провести время или овладеть новым мастерством, которое поможет профессионально ориентироваться в будущем. Проводят Дни открытых дверей, на которых знакомят ребят, родители, учащуюся молодёжь с теми направлениями деятельности, которые работают в Центре дополнительного образования. Производится запись в кружки, проходят мастер-классы, игровые, развлекательные и познавательные программы. Наш День открытых дверей состоялся 31 августа. Но это не значит, что мы уже набрали всех детей. Мы приглашаем вас до 14 сентября прийти к нам в учреждение и записаться в любое из объединений по интересам, которое вам понравится. Ну а сейчас в нашем учреждении проходят занятия групп 2-го и последующих годов обучения. Расписание у нас находится на стенде в фойе. Если кто-то забыл и не пришёл на уроки по расписанию, родители и дети могут прийти, вспомнить и прийти на уроки. Я вас приглашаю посетить некоторые из наших кружков, которые сегодня работают. Объединение «Клуб весёлого настроения» собирает под своим крылом юных актёров, которые намерены серьёзно заниматься театральным искусством или иметь возможность свободно и красиво говорить без страха перед публикой. У меня объединение называется «Клуб весёлого настроения». Это 4 года обучения и также «Клуб весёлого настроения, ступени роста, творческая мастерская». Раздел тем составляет такой, что театральное творчество, конферанс, и аниматоры, и организаторы массовых мероприятий. Мы стараемся участвовать в различных конкурсах, как художественном направлении, прочтении стихов. Также конферанс «Две победы в республике» в 19-23 году. В этом году учебном, в 2022-2023, мы приняли в таком конкурсе, называется «Талленты по лесу». С большим удовольствием ребята посвящают себя выбранному по вкусу творчеству и делятся впечатлениями. Мы ходим сюда, занимаемся, чтобы как-то развить свои большие навыки, может, в будущем, если мы будем в каком-нибудь коллективе, тоже там работаем, например, чтобы как-то больше мы помогали в чём-то людям. Когда мы выходим просто на сцену, люди просто радуются, что мы показываем им то, что мы умеем. Ну, наверное, за впечатлениями я, наверное, всё-таки хожу. Всё-таки получается какая-то радость, какие-то эмоции оставляются у тебя после наших занятий. И, в принципе, репетиция проходит в таком духе, когда выходишь и понимаешь, что вот сегодня я что-то сделал такой серьёзный, ответственный, день прошёл не зря. Свободно путешествовать по миру мечтают маленькие полиглоты и воспитанники учреждения. Уже чётко зная свои мечты и цели, они изучают английский не первый год. Любовь к иностранному языку вместе с Центром дополнительного образования прививает молодой и опытный специалист. Good afternoon, children. Good afternoon, Оксана Александровна. Я думаю, что всё-таки английский важно изучать, потому что мы расширяем свой кругозор, ездим в разные страны, делимся впечатлениями о Беларуси на английском языке и популяризируем нашу страну. Надо обязательно доброжелательное отношение к детям, чтобы они бежали, любили, радовались обязательно во время занятия. Много песенок, много дидактического материала, чтобы они работали, разукрашивали, визуально смотрели на картинки, изучали. То есть всё это в совокупности, хорошее настроение, скажем так, хороший материал подготовленный, даёт отличные результаты. Любовь педагога к своему делу чувствуют и дети, которые с радостью спешат на занятия. Вы учите английский. У меня есть мечта – поехать в Америку. И мне нужно разговаривать по-английски, потому что американцы не разговаривают на русском. Почувствовать себя мастером декоративно-прикладного искусства, создавая из обычного куска глины шедевры, посчастливилось и нам. В студии декоративно-прикладного искусства «Кроки» уже не первый год создаются шедевры, которыми красочно украшена аудитория. Как рождаются уникальные керамические изделия, не уступающие по своему исполнению профессиональным. Здесь надо, опять же, не слишком тонкие, не слишком толстые. И тут вот один из самых главных наших методов, то есть это надо приклеить с помощью воды. Среди воспитанников есть и те, кто может поделиться высокими результатами. Анастасия Пилюк не первый год занимается в студии «Креатив», где обучают конструированию и моделированию одежды. Девушка стала финалисткой большого республиканского конкурса «Мельница моды». Снимаясь шитьем, и в этом году я создала свою коллекцию, и мы поехали на конкурс «Мельница моды». Эта коллекция была… я вдохновилась своим любимым исполнителем, его новым альбомом, и решила под этот альбом создать коллекцию. В большой творческой семье Центра дополнительного образования детей и молодежи всегда рады тем, кто мечтает раскрыть свой творческий потенциал или научиться ранее незнакомому делу. Ежегодно учреждение создает новые формы обучения и структурирует так, чтобы заинтересовать и найти подход каждому ребенку. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.